В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Валерий Венцель вручил памятные медали работникам Видновского троллейбусного парка. Вместе и взаимодействуем мы обязательно достигнем того результата, когда мы будем гордиться нашей территорией. Народными гуляниями с песнями и танцами отметили яблочный спас в поселке совхоза имени Ленина. Захочешь подарками, а дарит любовь. На стадионе Металлур прошел фестиваль летних видов спорта, в котором приняло участие более 300 спортсменов. Наше здоровое будущее, прежде всего, это наши дети, наше подрастающее поколение. Чуть меньше месяца осталось до празднования 90-летия Ленинского района. В связи с этим глава муниципалитета Валерий Венцель лично вручает юбилейные медали отличившимся сотрудникам предприятий городского округа. Очередное чествование передовиков производства и социально активных работников прошло в Видновском троллейбусном парке. Вместе с главой муниципалитета в церемонии награждения принял участие заместитель главы администрации Сергей Гаврилов. Мероприятие прошло в актовом зале предприятия. Многочисленные грамоты, кубки и медали, выставленные здесь, показывают, что коллектив предприятия на протяжении всей своей истории вносит значительный вклад в жизнь муниципалитета. Этот факт в своей вступительной речи отметил и Валерий Венцель. Наш сегодняшний визит, он посвящен именно тому, чтобы лишний раз поблагодарить вас, сказать вам большое спасибо за ту работу, которую вы проводите на территории нашего муниципалитета, на территории нашего административного центра города. Видно здесь в этом замечательном коллективе с хорошими историями, с хорошими традициями. В следующем году троллейбусный парк будет праздновать 20-летие со дня образования. За это время в коллективе сложились хорошие трудовые традиции, которые, по мнению руководителя Ольги Киндиной, достойны поощрения. Если человек трудится, неважно какая будет награда, его руководитель поощрит денежно за хорошие трудовые успехи, а глава приезжает и вручает медаль, тем более памятную медаль к 90-летию района, это всегда очень приятно и достойно. 39 работников троллейбусного парка получили памятные медали из рук главы муниципалитета. Подводя итоги, Валерий Венцель еще раз поблагодарил собравшихся за труд и призвал сообща решать возникающие проблемы. Вместе и взаимодействуем мы обязательно достигнем того результата, когда мы будем гордиться нашей территорией, когда мы будем уверенно строить планы на будущее, понимая, что процессы, они непростые происходят. И в нашем государстве, и в Московской области требования наших жителей повышаются. Рабочие встречи с трудовыми коллективами будут продолжаться вплоть до празднования юбилея района. Подмосковные первоклассники из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 1 сентября, получат портфель с необходимыми школьными принадлежностями. Эту новость мы обсудим с заместителем начальника Ленинского управления социальной защиты населения Андреем Миковым. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Я вижу, вы к нам пришли не с пустыми руками, но прежде чем посмотреть, что же внутри этого замечательного рюкзака, я думаю, мы немножко сохраним интригу. Я попросил бы вас более подробно рассказать, кому же именно положено вот такие школьные принадлежности. Решением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева будет оказана поддержка семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области. Эта величина на сегодняшний день 12 493 рубля. И такие подарки будут вручены первоклассникам из семей, малообеспеченных с доходом ниже, который я сказал. И есть определенные условия для предоставления этого подарка, так его назовем. Ну, первое, это ребенок должен поступить для обучения в образовательное учреждение среднюю школу Московской области. И родитель и ребенок должны иметь место жительства, то есть мы зарегистрированы по месту жительства Московской области. Это вот такие основные условия для получения вот такого подарка. Давайте посмотрим, что же там внутри этого рюкзака, что входит в этот подарок. Ну, к каждому подарку у нас прилагается вот такая открытка или поздравление от губернатора Московской области со словами теплыми и напутствием в школьную жизнь. И, кроме этого, конечно, в подарке есть такой необходимый набор школьных принадлежностей на первое время. Это ручки, тетради, значит, предметы, необходимые для образовательного процесса. В среднем стоимость подарка, значит, самого рюкзака и наполнение в него где-то порядка 2500 рублей составляет. Конечно, на весь год не хватит, но в любом случае это помощь, и это, думаю, что будет приятно родителям и деткам. Ну да, я думаю, что это, в общем, 2500 рублей неплохая сумма, которую сможет экономить семья, у которой и так с финансами, в общем-то, не все в порядке. Хорошо, какие необходимо предпринять действия для того, чтобы получить этот подарок? Ну, вообще, постановление губернатора о предоставлении вот этой меры социальной поддержки было подписано только сегодня. Вот мне вот буквально мне сообщили перед приходом сюда в студию, что наконец-то пришло подписанное постановление и порядок предоставления этой меры соцподдержки. Значит, конечно, необходимо будет подать заявление. Пока мы будем принимать заявление только у себя на школьное 60 в управлении соцзащитой. В дальнейшем будет реализован порядок и через МФЦ, и через портал госуслуг, конечно. Значит, пакет документов, в принципе, стандартный, и он знаком многим получателям услуг, которые получают у нас детские пособия областные. Это паспорт, это, значит, заявителя, это свидетельство о рождении. Документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три месяца, предшествующие обращению. Свидетельство о заключении брака родителей, если брак расторгнут, о расторжении брака. Справка из образовательного учреждения, из школы, что ребенок зачислен в первый класс. И, кроме этого, нужно подтвердить место жительства ребенка. Выписка из домовой книги. Вот, в принципе, такой основной пакет документов. Один раз предоставляется, значит, только когда ребенок идет в первый класс. Если в семье несколько первоклассников встречается и такое, значит, на каждого ребенка. Но на каждого ребенка нужна отдельная справка из образовательного учреждения. Отлично. Спасибо, что рассказали нам о такой приятной новости. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника Ленинского управления социальной защиты населения Андреем Миковым. К другим новостям. Яблочный спас широко отметили в поселке совхоза имени Ленина. Народные гуляния с песнями и танцами продолжались до позднего вечера. На концерте, посвященном празднику урожая, побывала наша съемочная группа. Анастасия Воронина продолжит. Яблочный спас – это особый праздник для всех жителей совхоза имени Ленина. Ведь их территория славится фруктовым урожаем. А для храма, воздвигнутого в честь преображения Господня, это престольный праздник. За вот эти шесть лет действительно яблочный спас для нас или преображение Господня стало престольным праздником. Поэтому, в принципе, с утра служба, крестный ход, освещение плодов, небольшой концерт на территории храма. И потом небольшой праздник такой, на котором есть возможность повеселиться всем людям от мала до велика. В этот торжественный день на площади Центра культуры совхоза имени Ленина состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и артисты поселения. За ветром бегу, так гнать не могу, боюсь, я успею. Ведущие познакомили зрителей с традициями светлого праздника и удивили всех интересными фактами, связанными с яблоком. Яблоки, съеденные пелесном, чистят зубы. Для детей организовали много веселых игр, спортивных эстафет и познавательных викторин, в которых могли принять участие даже взрослые. А призовой фонд состоял, конечно же, из яблок. Радость для детей, радость для людей, здесь живущих. Здорово, что весь народ совхоза собирается и все вместе, в общем, как-то все объединяет. Пришли с детьми вместе погулять, повеселиться, объединиться. Вообще это праздник, дополнительный повод порадоваться. Екатерина Шарина переехала со своей семьей в совхоз имени Ленина всего неделю назад. И призналась, что ей впервые удалось отметить престольный праздник местного храма так масштабно. Приятно удивлена. Всего то, что здесь происходит и то, что я сегодня вижу. С утра было в храме празднование, освящение было, служба была. Ну, очень приятные впечатления. Просто зашкаливают. В завершении праздничного концерта его участники пожелали жителям совхоза имени Ленина мира и благополучия их семьям. А после все вместе исполнили добрую песню о любви. Захочешь подарками, а дарит любой, но даже на ярмарке не купишь любовь. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В рамках проекта «Здоровое будущее» на стадионе «Металлург» состоялся фестиваль летних видов спорта. В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов. О тех, кто лучше всех бьет по мячу и ходит белыми фигурами на доске, расскажет Арсений Рогозянский. Обильный дождь перед стартом соревнований ничуть не сломил спортивный дух участников. Лишь волейболисты были немного расстроены. Им пришлось состязаться в 10-й школе. Зато футболисты понимали, игра состоится при любой погоде. А потому они еще до официального открытия фестиваля вышли на разминку наряду с теми, кто собирал создавать нормативы ГТО. Наше здоровое будущее праздничное событие – это наши дети, наши подрастающие поколения. Мы своим примером просто обязаны мотивировать его на то, чтобы наша молодежь была здоровой, образ жизни привыкала к спорту, к победам. На футбольный турнир в фестивале летних видов спорта было заявлено 19 спортивных коллективов. Один из них – видновская команда «Максимов», в которой за голевое завершение атакт отвечает нападающий Руслан Рахмонов. На предыгровой тренировке его одноклубники с хорошим настроением готовятся к игре. Все-таки на праздник спорта пришли, а значит наслаждаться нужно каждым моментом. Однако о шансах на победу в турнире игрок говорит осторожно. Соперники у его команды серьезные. Думаю, конечно, будут сильнее, но мы сможем из-за этого борьбу и подняться как можно выше. Пока футболисты тянули жребий, в подтрибунных залах уже вовсю кипела игра. Там сражались любители шашек, шахмат и настольного тенниса. В последнем из перечисленных видов спорта свои силы проверил и глава муниципалитета Валерий Венцель, который высоко оценил дух спортивной борьбы. Я смотрю, уровень подготовки спортсменов, неважно, невзирая на возраст, он достаточно высокий. Поэтому это всегда интересно, увлекательно с сильными соперниками посоревноваться. На фестивале летних видов спорта из-за погодных условий не смогли проявить себя только игроки в большой теннис и бадминтон. Однако для них состязания состоятся уже в ближайшие выходные. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»